Влезти и лазить, лазить, лазить и на другой стороне выйдешь выше сосен. Это огневым методом китайцы работали. Почему я понял? Ну это описано вообще-то. Они разводили, значит, огонь, а для того, чтобы он не газ, они делали штольни поперёк скалы, чтобы тяга была. И потом нагревали породу и лили водой, она лопалась, и они перебирали. Потому что там, я когда вылез без штанов голый, я там застрял в одной штольнике. Так чтобы мне вылезти, мне пришлось снять сапоги, задом всё, раздеться, и уже задом, задом всё на мне это держали, камни-то. Так я разделся и с голой задницей вылез, а парни фотографируют. Это было 9 мая, и я там в одном месте нашёл щель. Засунул руку и смотрю, там свиток, завёрнутый в бересте. Я свиток этот достал, когда его вылез, парням показываю, открыли свиток, там написано, его императорское географическое общество, топографы такой-то, такой-то там, значит, и казаки, охрана, видимо, их, казаки. Такие-то, такие-то. Мы, значит, здесь координаты, точные координаты написаны, сколько долгота, широта, и написано, это земля русская. Понял? Ага. Парни, давай подарим это в Академию наук, отправим. Я говорю, не, ребят, давай сделаем так, давай сфотографируем, всё это опишем, а потом, говорю, сегодня 9 мая, говорю, давай напишем, что мы такие-то, такие-то коллекционеры в День Победы над фашистской Германией заверяем, что это до сих пор земля русская. Завернули бумагу, завернули их пергамент с этими царскими печатями, со всеми, завернули, и я обратно в штольню и положил туда. В будущем поколении. Так что, вот всё, что написано в этой книге, в Кайгородской, были, ничего не выдумано. Всё, что было за все мои 70 лет путешествий, это всё было. Всё было.